того что у меня было четыре кредита и как бы 4 иждивенца на шее да я единственный кормилиц в семье сейчас то есть помимо двух детей это еще и муж вот когда кончились декретные до 15 тысяч рублей в месяц зарплата стала 50 рублей и в артере я вышла на доход вот прошлом месяце это было 355 тысяч рублей в месяц я заработала ребята всем привет сегодня продолжаем нашу рубрику истории ребят и девчат из нашей команды и не просто истории там лидеров каких-то там которые пришли там с кучей сразу ребят с какими-то командами своими тех ребят которые в принципе так уж получилось что они буквально там наверно там новичками пришли там как раз в проекте в нашем начали развиваться сегодня с нами очень интересный такой человек человека зовут оля с ней еще много маленьких человечков рядом оля у нас мама в декрете оля расскажи в двух словах о себе и как ты вообще пришла в проект как-то узнала проекте как ты вообще какой у тебя опыт был ась ну вообще до этого чтобы люди поняли что на самом деле там не боги горшки обжигают да и сразу давай сразу смотри у тех ребят которые с которыми я снимал до этого видео и были очень интересные истории такие вот например у андрюхи андрюха с инвалидностью после увольнения вышел на заработок 45 тысяч миша у него вообще детективная история у него сколько там полтора миллиона или два миллиона долг был перед этим он уволился с работы и вышел на заработок больше двухсот тысяч серёва тоже у нас там вообще там красавчик он там как бы не стал пенсию какую-то дожидаться у него там тоже интересно было он практически уже к пенсии там подходил тут наше государство взяло повысило пенсионный возраст помахали ему одним местом он не обиделся точнее обиделся и все-таки взял и заработал себе пенсию по-моему там сто десять тысяч рублей в месяц у него такая пенсия человек просто не стал ждать и какая у тебя история вот если в двух словах одним предложением можно сказать а у меня такая история что у меня на данный момент официальная зарплата поскольку я в декрете 50 рублей до не 50 тысяч да просто 50 рублей вот и если бы ну я бы не пришла в артере да я бы но не знаю чтобы я с этим 50 рублей делала в месяц да с учетом того что у меня было четыре кредита и как бы четыре иждивенца на шее да то есть я единственный кормилиц в семье сейчас то есть помимо двух детей это еще и муж вот то есть и получается что вот когда кончились декретные до 15 тысяч рублей в месяц зарплата стала 50 рублей и в артере я вышла на доход вот прошлом месяце это было триста пятьдесят пять тысяч рублей в месяц я заработала вот то есть благодаря артере да вот это 50 рублей они перекрылись вот такой суммы да и ну вообще нормально получилось я сама не ожидала и если мне кто сказал еще год назад что ты будешь зарабатывать вот столько да я бы сказала ребят да это какая-то лажа это это все неправда так не бывает вот но я лично прошла этот путь я знаю что это возможно и ну как бы показываю вот этот результат и пришла я в артере да как олег сказал абсолютно нулем да ну новичком и не было у меня каких-то там команд в тысячу человек две тысячи человек да как или ну сразу люди заходят вот я пришла одна с нулем имеют две тысячи четыреста рублей в кармане как и я не инвестировала в начале да да ты купила тариф за 200 за две тысячи рублей получается да да или все-таки какие-то инвестировала какие-то деньги откуда у тебя так 350 тысяч в месяц ты чё откуда спросят прямо в комментариях напишут так не бывает ну смотри да вот вот казалось бы да так не бывает но поскольку компания предлагает не один вид заработка в пассивной да там положил грубо говоря на депозит и получай свой процент здесь и есть это но здесь есть еще виды заработка да то есть я начала использовать все первым делом что я сделала это активировала тариф и разобралась в проекте то есть на самом на самом старте вот эти слова марка да он сказал друзья разберитесь да вот эти слова прям как-то зашли в голову и действительно здесь нужно было именно разобраться и понять саму суть проекта а вот и когда я разобралась мне стало легко как бы ну рассказывать людям которые сами ко мне шли спрашивали а чем ты занимаешься чем ты зарабатываешь вот у нас была система чатов да и как бы я участвовала активно в этих чатах вот и начала строить команду то есть как бы пошел заработок не только с пассива до который у меня там было чуть-чуть до пошел западок с команды плюс потом подключила продукты компании да это валидация в пен хранилище вот отсюда все и пошло и я все реинвестировала все все как бы все что шло я клала ну на депозит до увеличила стейк и выводить я где-то начала ну с марта месяца примерно то есть вот с октября по март я все инвестировала поэтому так и получилось серьезный доход то есть тебя можно назвать человеком который 2000 рублей сделал 350 тысяч в месяц дохода думаю да а теперь смотри вот много девочек пишут ну как бы тех которые с детьми да и они у них основная проблема они спрашивают а как у них получится вообще заниматься этим у них нету времени постоянно ну то есть вот смотри мамочки в декрете это диагноз он не позволяет зарабатывать в интернете ну мне это не мешало у меня было потому что четкая цель и мотивация мамочки в декрете это вообще четко замотивированные люди они даже на и больше замотивированные чем кто-либо да потому что ну есть определенная ответственность есть определенная ну я бы не назвала это бременем но все равно что-то вот какой-то вот груз ответственности на твоих плечах лежит и ты знаешь что никто кроме тебя вот и поэтому привет ну приходилось находить время вот даже сейчас я гуляю с ребенком общаюсь с тобой да то есть на нашла время и и зум выйти да и с командой тоже зума провожу тоже нахожу время вот и ну у меня старший ребенок вот мне помогает да то есть плюс есть у меня твоя семья увеличилась дальше на твою команду получается ты хватает время на всех да еще детей появилось больше можно так сказать да да партнеры да то есть ну как бы находишь время немножко утром немножко днем немножко вечером то есть здесь уже сам выбираешь сколько готов ты времени потратить чтобы зарабатывать как вот мне понравилось у меня в команде сергей зумы ведет каждый день он сказал а вы бы нашли время каждый день по 40 минут проводить зумы если бы вам платили 200 тысяч рублей в месяц вот вы бы нашли понимаешь хороший вопрос да мне понравилось и прям как-то тоже вот эта фраза засела и действительно понимаешь что за 200 тысяч за 300 тысяч там за 400 да ты бы нашел время 40 минут в день один раз выйти в зум с ребятами с командой получается вот как получается люди находят каждый день по 8 часов по 10 часов по 12 часов на работу которая как бы столько там им не платят и в любой момент по сути их могут там сократить да как минимум там какой-нибудь новый виток коронавируса закроет опять очередную какую-нибудь отрасль целую да и все люди останутся без денег а час-два там может даже 40 минут в день у них нету на то чтобы построить свой бизнес там например через несколько месяцев как ты зарабатывать уже 350 тысяч в месяц и я думаю это достойные деньги ты работала на на нескольких работах до этого твоего начальника была такая зарплата последнее мое место работы ну и сейчас я там официально числюсь до моего начальника зарплата ну примерно 150 160 тысяч у меня было 65-90 вот это я работала по 12 часов два через два это была дикая работа постоянно на ногах и причем еще иногда ночью работала то есть ну выходных праздники вызывали праздники выходные да это убедила причем у меня была такая ситуация что я будучи беременной я работала в ночь и как бы ну работодатель нет не соизволил меня перевести в дневную смену пока я там к адвокатам не обратилась когда вот это было а зарплата была сколько там 65 ну вот последнее время перед декретом там 6570 вот ну не очень высокая была вот поэтому ну да я считаю что найти в день там час тире два чтобы выйти на доход со временем там не сразу не через месяц там два-три месяца у кого-то шесть месяцев у меня это 10 месяцев заняло выйти на доход в триста пятьдесят тысяч я считаю что стоит на это потратить немножко времени понятно давай давай на на ты сможешь сейчас показать именно свой кабинет и ну чтобы люди увидели про сколько ты зарабатываешь сейчас я сделаю тебя в зуме хорошо организатором так так экран начать так видно все да нормально подружается сейчас до загрузится страничка видно да да нормально сейчас подругу подрузилась вот мой кабинет так что тут показывать покажи основной кошелек ну не кошелек кошелек делегирования сколько кошелек делегирования вот смотри я тут выбрал стратегии идти до десяти тысяч монет в стейке да чтобы побольше процент почти до него дошла на балансе как ты видишь миллион пять тысяч 419 рублей сколько ты считала сколько с этого миллиона сейчас получаешь в месяц или в день именно пассивного дохода в день с него идет вот видишь вознаграждение за делегирование пятьдесят девять семьдесят девять то есть но это где-то в районе в районе шести тысяч рублей в день то есть сто восемьдесят тысяч в месяц брать в среднем и тебе идет только пассивный доход да это один из способов заработка это покажи да покажи вот ну кошелек сколько ты ну право вот этот красненький где вообще сколько ты заработала заработано всего вот внизу 17 172 монеты это миллион восемьсот семьдесят один семьдесят одна тысяча ребята как вы думаете нормально для мамочки в декрете который 50 рублей зарплата то есть если у кого-то есть еще вопросы что не получится смотрите если у вас там нету сколько у тебя детей двое 12 лет и почти два года одному вот смотрите ребята если у кого-то еще и нету детей как бы вы понимаете да сколько времени дети отнимают так сказать сколько приходится инвестировать в них времени я уже по себе тоже понял меня два месяца ребенку и как бы я все равно ну я все равно успеваю зумы проводить обучение пришлось конечно для этого снять офис но вы сами понимаете да все равно я как большую часть дня я как бы участвую в воспитании ребенка это мой осознанный выбор то что есть ребенок есть команда как бы команда для меня тоже дети и приходится всем распределять время а вот вам пример так сказать человека который пришел ну ольте а можно назвать что ты вообще новичком пришла а как ты пришла вообще в заработок в интернете как ты вообще как-то узнала что можно зарабатывать на команду попала вот смотри олег я попала благодаря твоему каналу то есть я была подписана твой канал в телеграме биткойн джедай по моему да и причем я подписалась еще наверное году в семнадцатом на него но да очень давно подписалась но он был у меня то есть я ну не смотрела года два по моему я туда вообще не заглядывала ну так подписалась чтобы быть в курсе ну событий в криптомире вообще да потому что ну с биткойном я знакома достаточно давно с 12 с 12 года и он был у меня и торговала я им да то есть то есть как бы в криптоиндустрии я в принципе не новичок извините перебью давай ты сделай мне опять организатором я переключу потому что не видно тебя а меня не видно все окей давай сделай мне организатором я сейчас переключусь опять нажми на меня там и сделать организатором в зуме сейчас сейчас секунду мы не торопимся на меня нажимай сделать организатором да там справа а вот сделать организатор до так теперь демонстрация да да сейчас нормально вот и в общем началась так пропала ты или или это у меня вот звука нет а ну скажи что вот появился звук тут я здесь у меня у меня немножко подвисла картинка но сейчас наверно отвиснет вот значит на чем мы остановились на как ты попала в интернет ну ты сказал да то есть не зря я все веду каналы свои да люди читают да 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 если да как бы каналы да люди ведут не зря у меня тоже есть канал хотя там всего семь подписчиков но тем не менее информацию выкладываю да потому что а вдруг а вдруг кому-то будет полезно вот и вот как раз я ушла в декрет в девятнадцатом году и ну начала снова следить за информацией ты там вел рубрики в чат и потом зашла в общем наблюдала за твоей команды то есть где вы находитесь как зарабатываете на том и вот как раз осенью в октябре формат новый проект новая компания артери вот и перебью пропадаешь ты смотри а ты была на том первом зуме как который мы с марком проводили ты не помнишь первый зум да у нас с марком был по моему в начале октября еще и было на нем да да конечно я вот почему как бы ну как бы вот я разобралась в проекте почему так получилось что я как бы ну здесь ну как бы нахожусь до сих пор никуда не ухожу потому что то есть я была на всех обучениях я ходила на все зумы с марком с тобой с топ лидерами на все прямые эфиры то есть что хочет разобраться да то ну одного зума недостаточно одного прямого эфира недостаточно нужно походить на несколько чтобы действительно понять чтобы в голове уложились как марк говорит все пазлы да и сложилось общее понимание картины вообще компания в сути компании и и миссии да вот и тогда но инструмента возможностях что многие не хотят развиваться да не хотят изучать информацию а потом как бы такие результаты ты как бы по сути ты сказала сейчас свой секрет успеха я хотел тебе вопрос задать в чем твой секрет успеха секрет успеха да поделись вот как бы с ребятами да то есть не не пренебрегайте вот той информации которая дается все все зумы особенно от марка прямые эфиры от марка зумы какие-то от топ лидеров марафоны обязательно участвуйте в марафонах в в каких-то играх да вот как у тебя большая игра потому что это действительно ценный опыт вы обмениваетесь опытом получаете новую информацию какие-то новые навыки особенно когда вот идут марафоны да ты получаешь теорию и тут же идешь применять ее на практике это очень важно ну как бы нет не откладывать в дальний ящик да вот получил информацию и пошел а там на следующей неделе гляну и что-нибудь попробую нет так не надо делать надо сразу применять оль смотри вот сейчас тоже просто чтобы ребятам было понятно смотри ты наглядный такой пример вообще вот того же марафона да по видео контенту вот человек ну можно сказать что до этого ты также как и большинство вот ребят которых смотрят боялась записывать видео а что ты сейчас ты боялась записывать видео нет ну я имею ввиду да и до марафонов до обучения ты боялась записывать видео да у меня был у меня был некий страх то есть в самом начале проекта да то есть я ну как бы общалась в чатах но какое-то видео сообщение выложить это было страшно во первых ты слышишь свой голос по-другому да тебе некомфортно ты видишь себя со стороны там что-то где-то не нравится да ну вот этот момент просто нужно проработать практикой то есть записываешь для себя сначала видео потом с наставником можешь в видеосообщениях переговориться потом смотри я просто хочу сейчас обратить именно внимание вот после прохождения марафонов там было задание такое снять видео вообще там на улице а теперь смотрите ребята что происходит человек идет по улице снимает видео и не боится не просто снимать видео это что там вокруг люди ходят вы просто понимаете какая результат оля сказала именно акцентировала внимание что именно марафоны наше обучение где не только теорию дают как больших большинстве там да как бы сектом тренингах там всякое то одно такое здесь именно задание сразу там небольшая теория сразу задание люди потом идут просто по улице вокруг ходят и они снимают видео те которые до этого боялись просто снять свое видео многих посмотри насколько у тебя уровень ты может даже не замечаешь это ты просто идешь по улице снимаешь видео а большинство просто вот так вот вокруг бегают люди дети ты успеваешь еще за ними следить не только там снимать видео думать что там сказать насколько уровень у ребят которые проходят наше практическое именно обучение которое там не филонят которые не пробуют а которые берут и просто делают все задания и выполнять вот вот вам результат вот вам человек который идет по улице снимает видео и вообще-то он только сейчас понял что он вообще сделал да кстати даже не обращает внимание это уже мужчинами становится смотри ты умничка в этом плане я всегда увидел как ты там серьезно относишься к нашим заданиям к обучениям все выполняешь именно как мотивируешь своих ребят как свою команду ведешь вообще все четко смотри такой вопрос какие хотелки ты свои все-таки удовлетворила благодаря артере какие ты свои цели достигла у нас не онила есть там девочка из днепра она тоже мамочка там декрете она недавно сказала поделилась таким секретом что она купила себе черный купальник ну так ну как ну круто да ну это как бы одна из крайних покупок понятно что там у нее много она тоже зарабатывает там очень серьезные деньги там я скоро постараюсь там интервью с ней снять а вот какие ты там может себе может кому-то подарки сделала у меня вообще когда прописывала 100 целей перед новым годом было такое задание по моему от тебя было какой-то марафон вот и как бы ну из этого списка уже много чего реализовалась то есть я закрыла все кредиты скажи про кредиты потому что ну это же боль большинство для меня это была очень больная боль потому что ну была зарплата 15 тысяч из них 13 тысяч отдавала на кредиты вот а когда понимал что весной у меня будет зарплата 50 рублей и чем мне платить кредиты да то есть я понимала что нужно что-то делать вот это была еще одна из мотиваций то есть у меня было четыре кредита я все закрыла вот что еще из общая сумма кредита оль скажи было по моему 130 или 140 что такая вот общая сумма с тысяч рублей вот то есть там то есть их полностью закрыла все они на тебя не висят а я полностью закрыла вот потом ну такие мелочи для себя купилась и белые кроссовки у меня не было белых кроссовок да я хотела белые кроссовки купилась и белые кроссовки такие какие хотела да не пришлось выбирать вот как я вот помню когда мне там нормально деньги пошли я вот всегда там там хотел одно а покупал до этого хотела там например дорогое что а приходил и выбирал на что хватало денег вот ты купила как бы на всю котлеты какие хотела да купила какие хотела что почувствовал в этот момент слушай ну почувствовала себя прям вот ну не знаю более свободный что ли вообще приятно ходить по магазинам да и приятно ходить по магазинам и не смотреть на ценнике я вот например не пью коровье молоко вообще не я не дети никто не пьет я покупаю растительное молоко она ну в разы дороже чем обычная да и я раньше блин смотрела на ценнике и смотрел нет что дороговато возьму обычного сейчас не смотрю на ценнике да и литр молока да за 300 рублей ну как-то ну вообще не это не ёкают внутри ничего не наступаешь на горло да да на горло не наступаешь берешь просто и покупаешь то есть вот такие вот моменты они мелочи конечно но когда ты отслеживаешь и что вот это можешь вот это можешь вот это можешь себе позволить то есть ну чувствуешь себя уже на порядок выше и это ну это кайф конечно ну круто качество жизни повысилось да 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 повысилось качество жизни именно так это вот смотри такой вопрос вот как ты строишь вообще команду будут тоже люди задают вопрос насколько это все сложно по сравнению даже одну-то смотри очень много людей мне пишут ну они вот наемные работники да большинство жизни там приходят в интернет и они как ты когда-то там да посмотрел там мой канал там как бы тебя это зацепило то увидела возможности они все видят возможности но у них основной страх ну это же надо строить команду я говорю да конечно это строить команду и они вот я им пытаюсь объяснить закону за этот как его пазл собрать что это не сложнее чем то что они выполняют на своей работе вот ты можешь подтвердить мои слова что те действия которые ты выполняешь вот как ты вообще строишь команду насколько это сложнее чем твоя старая работа насколько это приятнее чем старая работа чем ну чем отличается найм от того от того чем ты сейчас занимаешься мы уже поняли что вознаграждение тут в разы больше тут мой начальник уже скоро к тебе сам уже кстати не просился еще в команду я информацию скинула пусть пусть думает правильно просто насколько это сложнее там или или легче или проще или также одинаково но чем работать на наемной работе выполнять какие-то дурацкие задания да там ездить каждый день куда-то там тратить свое время какие-то там бывают же идиоты начальники да ну так как бы в кавычках скажем но все понимают я тоже когда-то работал и меня честно ну честно я признаюсь что меня как бы подтолкнуло уйти в интернет именно взаимоотношения с начальством потому что ну такие суммадуры которые постоянно врут обещают не выполняют свои слова и как бы ну какой-то момент я просто так плюнул и да я честно я ушел вообще ну как бы в ноль ну то есть не меня никаких денег не было ушел я два месяца ну голодал нужно сказать ел там какую-то кашу там все такое но я искал там я первые свои заработанные рубли там доллар этот я вообще помню до сих пор на этих буксах зарабатывал еще тогда какие-то раздачи были там вообще это для меня круто потом когда это увидел я начал просто изучать эту тему и пошло но я не вернулся ни в какой там найм мне вот табу для меня табу как бы работать ну для меня свобода основное финансовая и вообще чтобы но никто не руководил не управлял тем более люди которых я не уважаю насколько сложно все-таки у тебя происходил этот или просто переход от наемного работника даже тут больше от сознания наемного работника до человека который по сути миллионер ну ты же я можно назвать миллионером или миллионерша ну да да как бы да ну да ты еще сама не осознаешься много посмотри такой вопрос много у тебя людей в твоем окружении которые миллионеры вот как ты вообще сами заработали вот то есть ты для своего окружения получается ты такой стержень который если они захотят они пойдут за тобой и смогут твоим примером только да так как бы подпитаться и пойти стать миллионером ведь по сути это она мечта каждого человека тем более вот в артере ты получается да ты положила этот ну не положила ты заработала постепенно она собирала эти деньги отправила в делегирование ты получаешь хорошие деньги там сто восемьдесят тысяч этих рублей я думаю это можно жить нам любой там я не знаю там на море где-то там таиланде где-то на бали там снимать в принципе да смотри насколько сложно все таки возвращаемся к вопросу насколько сложно перейти от наемного работника до человека который зарабатывает хорошие деньги и сидит дома именно работая дома на самом деле и покупает подожди и покупает молоко за 300 рублей за 300 рублей зарплаты а зарплата подожди не правильно правильно смотри ты миллионер который покупает молоко за 50 рублей зарплата за 300 рублей зарплатой 50 рублей и в то же время наемный работник который по которому платят 50 рублей получается так получается на самом деле давай советы давай советы ребятам да сложного не было ничего сложного поскольку ну у меня был некий такой перерыв в вообще в работе интернете потому что я уже до этого была в интернете да потом ушла у меня случился кризис в четырнадцатом году все все рухнуло земной бизнес инвестиционный бизнес в интернете в общем в семье начались ну какие травмы серьезные вот то есть у меня был перерыв вообще в онлайн работе 6 лет и вот в 19 году я вернулась нет в двадцатом получается да да в двадцатом году в двадцатом до 6 лет перерыв вот и ну такой ощущение как будто я просто пришла с нулем поэтому сложного не было если бы у меня был какой-то багаж я так думаю был бы какой-то багаж вот недавний опыт каких-то проектах инвестиционных да мне было бы сложнее наверно подстроиться потому что вот когда я рассказываю людям про артерида у которых есть опыт там в хайп проектах всяких пирамидах да они начинают через эту призму и тебя слушать они тебя не слышат они начинают сразу сравнивать а вы такой же а когда ты приходишь с нулем до информацию впитываешь по-другому поэтому кто вот кто новички да смотрит до знакомиться с артери вы представьте что у вас ноль в голове да и обнулились да это называется обнулиться вот и вы представьте что вот вы смотрите знакомитесь с проектом как бы с чистого листа нет у вас представьте что нет опыта никакого чистого листа поэтому вот тут вот такой совет да обнулиться вот до команду я строила чисто вот из телеграма у меня были чат и с мариной чат и вот с тобой чат и там еще другие чат и и вот просто рассказывал я никого не звала вообще не собиралась никого звать потому что я этого не умела и считал что это не мое вот мне марина сказала что здесь есть пассив и я пришла большинство на пассив пошла да она она мне сказать ну как бы и на зумах я услышала и марина потом сказала что здесь есть пассив и можно начать 25 долларов все окей я пришла вот но когда я походила на зумы с марком была на всех его прямых эфирах на твои зумы ходила я поняла что здесь возможности одним пассивом не ограничивается и здесь действительно можно много чего добиться первую цель которая поставила кстати придя в артере да это стать валидатором то есть когда я все про это узнала посмотрела что есть дополнительный заработок на телефоне можно просто память сдать телефона в аренду трафик интернета а еще и быть валидатором я уже знала что такое валидатор до этого до примерно представляла как идет подписание блоков и сколько с этого можно зарабатывать я поставила себе цель стать валидатором и за три недели по моему я получила статус лидер стала валидатором и это был колоссальный дополнительный доход вот почему да вот этот вот миллион рублей в стейке да он еще от этого пришел не только чисто с команды не только у меня на самом деле с команды идет гораздо меньше чем приносит мне мой компьютер поэтому как бы здесь есть все возможности начать вот со стальки рублей да и выйти на большой доход не обязательно строить большую команду не обязательно вот вот ну смотри оль извинил пока ну пока как раз актуальная тема потому что до большинства сколько ты зарабатываешь на валидации ну среднем понятно там плюс-минус прошлом в прошлом месяце я как раз подсчитывала в прошлом месяце мне мой стейк принес 140 тысяч и компьютер принес 148 тысяч и команда 60 тысяч вот вот считайте сами где выгодно это и смотрите ребята чтобы тоже понятно вопросы задают что такое валидация по сути вот меня как бы люди приходят и они все тоже на пассив 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 я я им задаю вопрос а вы только один хотите пассив получать способ заработка пассивного это что есть другие естественно есть ребята смотрите вы заходите на пассив вот ну не всех же есть там миллионы да вот или там не все заработали как ты там миллионы и получаешь 180 тысяч с этого а можно 25 там долларов зайти активировать там кто-то на пассив кинул кто-то активировал естественно там тариф и дальше получается строите команду и с этого у вас открывается еще несколько там минимум еще четыре вида пассива вот валидация это по сути вот что для тебя валидации чем она отличается от стейкенга но от пассивного заработка от делегирования монет здесь не нужно здесь не нужно как бы иметь свой личный стейк здесь не нужно вложений больших ну единственное что нужен компьютер до современный ноутбук там ну да здесь здесь ты просто делаешь небольшую команду работаешь с командой и подключаешь этот вид заработка все и ты спишь гуляешь делаешь что хочешь а компьютер работы работает за тебя 24 на 7 и ты потом просто снимаешь сливки туда каждый день капает и без валидации каждый день если сравнить это это но опять же вот есть там майнеры который bitcoin майнера здесь майнятся монеты артере но только здесь не надо там какого-то там супер оборудование какого-то там какие там сейчас майнинг фермы там покупают там где-то там китае там вообще там что-то и там постоянно у них ну очень как бы сложно и сейчас слышу от ребят которые майнят они говорят что очень сложно сейчас уже майнинг ну за затраты не как бы не окупается на тот майнинг который там именно биткоина а в артере все только начинается до такой стартап который там у него 10 месяцев но сейчас это только разминочка я думаю основной пойдет когда выпустят мессенджер там будет жаришка мессенджер который по сути реально убийца и телеграм которые все все планы у дурова да ну паши так сказать которые не реализовали здесь они уже практически все реализовались и там 18 октября это все весь мир увидеть понятно что то может не все сразу будет но естественно постепенно зная марка зная то как бы как он все закрывает и обещания которые есть в дорожной карте там на 200 процентов даже не на сто это будет что-то очень серьезно и это только начало это вопрос опять же люди спрашивают а не поздно заходить в артере уже 10 месяцев те люди которые в хайпах пирамидах зарабатывали раньше для них это вообще 9 месяцев это все там 3 до это уже звоночки но от как как твое мнение вообще людям отвечать на такой вопрос не поздно ли заходить в артере сейчас после 10 месяцев тут просто нужно как бы я я когда когда мне задают такой вопрос я говорю что здесь нет доверительного управления заходить не поздно потому что здесь действительно но блокчейн да и здесь все децентрализовано если человек это понимает да он тебя начинает дальше слушать вот если не понимает просто ну нужно нужно объяснить что такое блокчейн что такое децентрализация и как это проверить да то есть есть такие у меня в команде ребята взяли залезли в открытый код залезли все проверили и действительно да все децентрализация стопроцентно то есть проверяю да куда если ты хочешь сам проверить и берешь и проверяешь вот поэтому получается надо сначала вообще как тоже будут я тоже как бы люди когда спрашивают конкретно да или нет поздно или не поздно я всегда говорю ну инвестиция это всегда риск это всегда как бы любая в принципе жизнь это риск и если человек например купит себе там суперкар какой-то там да автомобиль дорогой спортивный и не пойдет не пройдет обучение не изучит как там управлять им ну тут риск стопроцентный почему люди которые ну да вот финикода люди зашли и они не изучили что такое инструмент опять же да кредиты да как я как какие риски там они просто брали эти кредиты и потеряли из-за этого потому что ну они не просчитали риски и как бы опять же не проверили эту ну ты правильно сказал что финико это про ну компания которая доверительную про там ты деньги принес финико и отдал по сути дела админу а у админа купил там эти там нарисованные монеты там в кабинете а здесь ты не ну твартере да отличие здесь мы покупаем монеты не у создателя проекта у нас свои кошельки на блокчейне доступ только у нас монеты мы покупаем у таких же ребят которые продают которые там заработали эти монетки или купили до этого вот чем разница и поэтому совсем разные риски всегда можно посмотреть где эти монеты а там как бы таких проектах монету отминул захотел ему проснулся ему захотелось на бали он поехал все до свидания сайт закрыт 404 ошибка вот она разница поэтому вот важно людям доносить это чтобы они включались тоже вот я вот заметил даже чем осознаннее человек чем больше он потратил времени на изучение информации перед заходом в проект чем больше он вопросов задает тем тем он потом быстрее развивается и больше зарабатывать начинает потому что по сути он закрывает свои возражения свои страхи а есть люди которые ну ты тоже заметил есть такая категория людей которые ну не задают вопросы им главное снять себя ответственность задает вопрос так я заработаю здесь очень много денег и естественно мы начинаем с ними задавать вопросы как ты вот изучи да вот материалы мы понимаем что люди хотят просто себя ответственность снять и понадеяться на кого-то это как бы ну если человек не хочет изучать у него нету времени то скорее всего он попадет в такой проект как финико там да там там френдекс их ну где говорят да все хорошо ребята захотите будет хорошо или бери а еще лучше возьмите кредиты и вообще там ничего не продайте там квартиру машину почки там блин и все и все будет хорошо но человек опять же да как бы ну а есть люди которые задают вопросы насколько хорошо будет да и вот они уже не попадают такие проекты они приходят к нам делать они задают вопросы мы им отвечаем на их вопросы и они сами изучают насколько а вот теперь такой вопрос вот тоже такой мне там недавно такой очень интересный товарищ попался он юхать занимается там духовными практиками живет там тоже по моему в индии там постоянно там индия непал такой ну путешественник такой и вот он говорит насколько в вашей команде вот осознанные вот у него он очень ему нравится такое слово осознанность как ты скажешь по шкале 100 ну и он еще там задал такой поступальной шкале насколько у нас осознанные люди команды ну конечно что не все осознанные это сто процентов вот но на самом деле мне кажется что их гораздо больше 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 процент чем не осознанно вообще осознанность это очень такой важный показатель в человеке ты ты превращаешься из из не спящего чего и спящего человека в зрячего то есть ты видишь ситуацию ты видишь окружающий мир и ты видишь себя свои поступки в этой реальности ты отслеживаешь себя и поэтому ты начинаешь вести себя совершенно по-другому ты начинаешь как бы ну как я не помню читал в какой-то книге ты начинаешь светиться по-другому из тебя отходит свет когда вибрации другие да 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 открываются более высокие ну мы сейчас прикалываемся ну и она так и происходит так и есть да так и есть поэтому да нужно быть осознанным но не всегда это получается но есть некоторые некоторые как бы практики которые позволяют быть осознанным например разделение внимания очень люблю эту практику и ну иногда делаю не каждый день конечно на делаю да вот вообще советую прочитать некоторые книги по этой теме то есть это ну для для личностного развития не только в финансовом плане но и вообще в принципе для тебя как личности очень будет полезно а вообще очень интересно на наблюдать в состоянии осознанности наблюдать за миром например смотреть за окружающими просто наблюдать вот ты осознанный а другие спящие ты просто наблюдаешь и смотришь вообще очень интересно рекомендую рекомендую очень интересный собеседник плане саморазвития да вот мы с тобой сделаем какую-нибудь серию видео где ты там расскажешь о своих техниках психотехниках да еще еще очень интересная интересная техника в состоянии осознанности просто смотреть ну не на людей а ну на привычные места вот где-то обычно ходишь гуляешь например вот для меня было открытием когда я начала это делать я сидела в кафе и просто осознанно стала смотреть на здание напротив оказывается что я никогда не замечала что на верхней ну на крыше там ну такой выступ у трубы что там граффити нарисован никогда не видел хотя сто раз была на этом месте в этом кафе именно это месте смотрела но не видела а когда ты в состоянии осознанности замечаешь детали маленькие детали мелкие того то есть и то что не замечают другие это прикольно это очень классно это круто еще дает разные другие результаты то есть смотри люди это в бизнесе да и построение команды это можно очень хорошо использовать получается там ты про там ты граффити увидела а так при общении с человеком ты увидела что да вот ему надо то 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 рассказать вот когда ты например изучала проект артерии ну и принимала решение заходите заходите что же увидела возможности то есть вот эти граффити возможности да эти пазлы у тебя не сложились а кто-то мимо прошел он посмотрел думает а это пирамиды да он где-то слышал пирамида там да это хайп там и пошел дальше на работу начальнику а начальник вот именно работу настоящую пирамиду да где люди получается работают 90 процентов отдают начальнику они считают это пирамидой а где ты сам развиваешься разбираешься здесь пирамида просто такие шаблоны во всем мире вот кстати хорошая новость плохая новость что у нас был да там карантин да люди там уж уходили на потеряли некоторую работу но хорошая новость что за это время по статистике даже официальной в интернет зашло на 270 процентов больше людей и они попробовали инвестировать получать именно доход пассивный то есть как бы с одной стороны плохая ситуация дает хорошие возможности больше людей стали зарабатывать во всем мире например люди инвестируют в большинстве стран с 16 лет их обучая обучает их со школы да уже дети там тем более на примере родителей обычно взрослое население до 60 процентов это средняя инвестициями занимается то есть они понимают что хорошо работать это так сказать ты продаешь свое время да ну чем взрослее ты становишься тем меньше у тебя времени там больше времени на здоровье уходит там на семью меньше времени и тебе надо уже чтобы деньги работали и твои усилия люди стану ну как бы начинает искать инвестиции возможности во всем мире но это даже я помню первый раз когда египет поехал или там турцию не помню какой то там был такой крутой отель мы там поселились его называли это отель для пенсионеров немецких там бабушки дедушки на самом деле они там с евросоюза были такие ходили довольны это все и мы там с ними разговаривали там как все такое они там откуда там ну круто так и они говорят они все ждут пенсию просто как бы ну не пенсию даже ну это наши ждут да вот ребята там в пенсию там а у них 40 лет это пенсия они ждут 40 лет и они себе позволяют к этому времени за счет участия в проектах инвестиционных они накапливают деньги и они вот они называют это пенсия 40 лет они уже на пенсии у нас как бы там 60 70 уже народа или скоро с 80 они 40 лет но опять же да они сами создают они осознанно идут к этому они видят возможности разбираются они никуда попало деньги не кидывает опять же они знают что начиная там 16 и 20 лет 40 а дам они во-первых себя обеспечат своих там уже детей внуков и живут уже просто путешествует ездят по миру и отдыхают вот как бы путь этих людей потому что ну чем раньше начнешь тем быстрее придешь к этим возможностям ничего ничего мы еще там как бы ну я думаю хочу сделать такую тоже рубрику там просто об инвестициях и о том как зарабатывать именно как строить команду как пассивный доход создавать про способы заработка в интернете хочу просто простыми вопросами ну то есть простыми словами рассказать это и на возможностях опять же но не будем затягивать это видео оль смотри потому что ты хороший очень интересный собеседник с тобой можно разговаривать мы там надо будет делать какие трансляции может прям сделай какую-то другую тему придумаем давай скажи так сказать напоследок вот ребятам которые тебя посмотрят я оставлю ссылку на твой или инстаграм да инстаграм оставлю под видео ребята кому интересен ну кто с уважением относится к такому пути который прошла воля ну и те кто видят в себе таких же ребят которые с таким же потенциалом вы можете к ней обратиться написать в директ в инсту и просто я как бы ну я даже не пожалею за эти слова вы попадете в хорошие руки потому что человека серьезные ну серьезные опять же результаты человек не сдается человек настоящий боец это не те ребята которые там рифоводы кричат вау я сейчас там я вам сейчас еще гарантии дам гарантии что если проект закроется оль ты же не даешь гарантии я надеюсь что если проект закроется это бред это вообще вот эти рифоводы которые там просто у людей находят слабые места и пытаются их завести какую-то хрень а потом куда-то исчезает новые проекты посмотрите человек прошел серьезный путь он терял он проходил там ну непростые такие ситуации но тем не менее он пришел к результату который если вот тебе конкретно наш зритель который писать ты сейчас смотришь если тебе этот путь и этот результат как бы за души если ты увидел там родную душу в ней и пишите ребята я думаю вы попадете хорошие руки она покажет вам как это сделать наконец-то заработать в интернете они просто там бегать по каким-то проектом по каким-то там рифоводом и какой-то фигней заниматься да у нее есть опыт мы ее не первый раз уже видим так сказать мы уже с ним прошли там серьезный опыт только в проекте артери там уже на 10 месяцев вместе я вижу результаты вижу там но человек серьезный очень серьезный настроен на цель кто у кого есть серьезная цель кто хочет добиться таких же результатов добро пожаловать пишите воле ссылка будет под видео и добро пожаловать в нашу команду будем идти именно и реализовать наши цели тоже напишите 100 целей кстати оль сколько из 100 целей которые ты написал на новый год уже реализовались давай такой вопрос я так еще не не считала итоги не подводила еще год не закончен но процентов наверное 40-50 точно уже сделано круто круто я же думаю ты там написал такие цели было все вся вся мелочь до белых кроссовок до белых кроссовок то есть помимо крупных целей да вот как кредиты для меня это были глобальные цели четыре глобальные цели которые я просто реализовала и с легкой душой сейчас вот просто вот живу запишала спокойно да да четыре камня упала с плеч и это действительно ну дорогого стоит никому не пожелаю брать кредиты никому не пожелаю брать какие-то заемы закладывать особенно движимость пожелая не пожелая да уже многие все-таки это сделали тут надо теперь как тебе вылазить из этой ситуации вот именно оля она имеет опыт ребята это не просто человек который там рассказывает как как закрывать кредиты бра беря еще еще два кредита да человек просто на своем опыте взял и сделал закрыл основную боль на большинства наших ребят которые смотрят наш канал и вообще там вообще который нас окружает это основная боль всех ребят поэтому ребята смотрите вот а кто у нас тут такой красивый будущий блогер все смотрите ребята заканчиваем видео всем спасибо кто смотрел пишите вопросы если есть ставьте лайки естественно если есть желание если вы считаете что это полезный материал будем тогда продолжать и ссылочка под видео будет обращайтесь коле пишите задавайте вопросы и добро пожаловать нашу команду все ребятки всем привет спасибо всем пока